Обычно у музыкантов напряженной порой считается лето, но в этом году осень оказалась не менее насыщенной. Оркестр параллельно готовит сразу несколько программ. В ближайшее воскресенье здесь ждут сочинских школьников на симфоническую сказку «Петя и Волк». В продолжении репетиции музыкального абонемента симфонический оркестр приступил к подготовке новой и яркой программы «Столкновение эпох». На концерте прозвучат произведения Антонио Вивальди, представителя итальянского скрипичного искусства 18 века, и Альфредо Шнитке, выдающегося гения 20 века, музыка которого вызывает либо полнейший восторг, либо отторжение. И вот что интересно, оркестр будет одинаковый. Струнный состав оркестра, то есть скрипки, альты, виланчели, контрабасы. То есть столь разные композиторы по времени, по мировоззрению в одном, в похожем составе. И вот будет возможность увидеть вот эту общность и вот эту разницу. Тем более, что концерт для фортепиано с оркестром Альфредо Шнитке – это одно из самых известных и в мире часто исполняемых его произведений. Вместе с этим музыканты готовятся к большому и долгожданному событию, которое состоится 6 декабря, но уже на сцене Зимнего театра. Речь идет о международном проекте «Вива Италия» с участием маэстро из Рима Франческо Лаввекья, который будет дирижировать сочинским оркестром, и скрипачки из Германии Евгений Граур. Интернациональным будет не только состав, но и программа. Бранц, Мендельсон, Россия – не одним словом европейская классика. Помимо концертов проводит органы залы и акции. Купивший билет с 21 по 28 ноября на концерт «Вива Италия» в качестве предновогоднего подарка получит пригласительный на концерт органной музыки. В таком же активном ритме музыканты зала органа и камерной музыки планируют вступить и в новый 2015 год.